СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ Семьи местных жителей плыли по реке на моторной лодке. В один момент судно опрокинулось. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. По этому факту началась доследственная проверка. В Ямальском районе семья с годовалым ребенком неделю блуждала в Панаевской тундре. 11 мая семья Хараля выехала из села Панайск в тундру на снегоходе Буран и пропала. Они должны были вернуться в чум в течение пары дней. Однако этого не произошло. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. В течение недели Ямал спас и полиция совместно с проводником обследовали территорию тундры с вертолета. Поиски осложнились тем, что снег уже почти растаял и люди стали плохо различимы на ее фоне. Лишь 17 мая спасатели обнаружили неисправный снегоход и пустые сани, а также следы костра. На поиски направили дополнительные силы. Поздним вечером 18 мая оленеводы обнаружили и семью. Их доставили на факторию. По их словам, в помощи они не нуждаются. В Салихарде осудили пьяного водителя, который отбивался от полиции, мачете и секирой. Все произошло 1 апреля этого года. Тогда нетрезвый водитель КамАЗа спровоцировал ДТП, после чего попытался скрыться от возмездия, совершая опасные маневры. Угодив в сугроб вместе с грузовиком, отчаянный шофер не сдался, а начал угрожать ножом стражам порядка, которые попытались его нейтрализовать. По результатам рассмотрения уголовного дела, ему назначили наказание в виде 6 месяцев принудительных работ. Полиция Нового Уренгоя поймала интернет-мошенника, который обвел вокруг пальца 10 жителей газовой столицы. 20-летний житель Омска выступал в роли продавца, его жертвы были как раз покупатели. Им он обещал отправить товар, но не делал этого. В общей сложности обманутые нового уренгойцы обогатили мошенника на 142 тысячи. Амич специально выкладывал фейковые объявления, чтобы заработать таким нечестным образом. По данным окружного ОМВД, у парня при себе было несколько сим-карт и десятки банковских карточек. На данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. А вот житель Надыма сделал богаче мошенников почти на миллион рублей. В начале апреля 55-летнему ямальцу позвонили якобы из банка и предложили установить приложение, которое защищает от мошенников. Поверив незнакомцу, Надымчанин скачал его. Однако после этого северянин ожидал неприятный сюрприз. С его счета пропали 900 тысяч рублей. В конце апреля ему снова позвонила незнакомка под видом сотрудницы банка. Она сказала, что в банк поступило заявление о возврате денег. Чтобы закончить операцию, незнакомка попросила назвать данные карты и СМС-коды из сообщений. Таким образом, с его счета списалось еще 50 тысяч. Возбуждено уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Там, где нужен свет и электричество, там используется качественный кабель. В магазине Камкабель вы найдете лампочки, кабель-каналы, электроинструменты, щиты, счетчики, прожекторы, трубы для прокладки кабеля и многое другое. Звездная 15. Торговый дом Альянс.